Воспитание в благости Вдохновлять ребенка правильным общением Нужно слушать ребенка и говорить ему Атмосферой любви вдохновлять ребенка Раскрывать ему свой мир, когда он раскрыл тебе свой Когда он готов слушать о твоем мире, можно рассказать про себя Он говорит про себя, вы слушаете, принимаете, говорите про себя Постепенно ребенок также вас начинает понимать И оценивает вас как старшего Это воспитание благости, стесенности начинается с контакта Установить контакт Люди все как в скорлупках живут Очень трудно установить контакт Дальше наказывать лишением общения Вдохновлять правильным общением Наказывать лишением Допустим, ребенок не хочет вести себя как надо Пожалуйста, живи как считаешь, но очень нужным Но я не буду с тобой разговаривать близко Папа, пожалуйста, скажи мне, что мне делать в этой ситуации Ребеночек, извини, мой сынок, как бы Я не могу тебе сказать, потому что ты все равно не принимаешь мои слова Ты не хочешь меня слушать, поэтому ты поступай, ты считаешь нужным И он начинает чувствовать разлуку Потому что правильное отношение, это огромная любовь через них идет Он извиняется и говорит Пожалуйста, папа, прости, я буду делать так, как ты хочешь Но мне трудно это делать, понимаешь? Мне трудно, и он объясняет, почему У меня вот такая привычка, мне хочется всех обманывать Ну, понимаешь, ну, не трудно тебе это объяснить, папа, почему Ну, такая привычка И отец говорит, ничего страшного Я принимаю твою привычку, все хорошо Постепенно у тебя это пройдет Ты просто, когда обманул, всегда признавайся Украл что-нибудь, признавайся Мы даже тебе будем давать возможность красить Простите, а с какого возраста отношения и общения может быть мне дать? С самого раннего А если не работает? Наказывать ребенка можно с пяти лет только Решением общения А до этого его надо уводить Разум человека начинает зачатки, разум появляется с пяти лет До пяти лет надо отвлекать ребенка До пяти лет просто отвлекаем от ситуации Любовь означает, вот он куда полез, его выдернуть из ситуации и привлечь другой До пяти лет ребенок может только наслаждаться жизнью Служить он еще не может совсем После пяти лет его надо наказывать решением свободы Ну, то есть, потому что он в этом случае уже стремится выбрать не свободу, а родителей У него есть выбор До этого до пяти лет выбора нет, потому что мозги не соображают Он орет просто и все И не надо в это время его пытаться, ну, заряжать знанием Как нет ребенка грудного Ну ты что, не соображаешься, я тебе что-то говорю вообще Понимаете, вот эта вот Тупость, что значит по отношению к детям? Тупость Самая большая тупость означает понимать, что, ну, считать человека таким же, как ты Как эта, и Моресса была там про строителей Мужик сидит пьяный перед телевизором И, ну, ведущая говорит о погоде Он говорит, ну, не надо мне погоду в Москве Скажи мне, какая погода в Таганроге Ну, он телевизору говорит Это вот, ну, понимаете Ну, вот часто родители так ведут себя с детьми Они им говорят, ты понимаешь, что я тебе говорю Конечно, не понимают, он ребенок, понимаете У него вообще, как этой концепции даже в голове нет Вот что вы там говорите Надо выучиться и стать человеком настоящим Понимаешь, в первом классе ребенок Каким человеком вообще? Он не врубается, о чем речь вообще? Вот если вы покажете две мышки и скажете Смотри, эта мышка бежит прямо в эту клетку И погибает там А вот эта мышка не бежит в клетку Она ест нормальный сыр Почему? Потому что она обладает знанием Вот точно так же ты, сынок Если выучишься, ты в клетку никогда не попадешь Можно так объяснять на примере игры Когда ребенок видит, правда, мышки двигают по-разному Он начинает думать об этом уже Очень образное мышление Очень развивается через образное мышление У детей опыт жизни приходит Допустим, вот опыт жизни, а сотрудничество Есть вот эта вот Изопова притча, по-моему Изопова, я не помню точно Притча какая? То есть Как детям объяснить необходимость сотрудничества? Так он объяснил отец своим детям Он говорит Дети, пожалуйста, принесите мне Кучок хвороста Они приносят мне кучок хвороста Теперь говорит Возьмите все вместе Каждый по двум сторонам Возьмите и поломайте весь этот кучок Они ломают, не могут сломать Говорит, вот теперь смотрите Возьмите теперь каждый по одной хворостинке И сломайте Они берут, разбирают по хворостинке Их сломают легко Все сломано Они говорят Вот точно так же Если вы будете дружить Принимать характер друг друга Прощать друг другу Тогда вы будете Как вот этот кучок хвороста Который не сломаешь А если вы будете сругаться и ссориться Вы станете по одному Вашу жизнь сломает всех по одному Очень легко Легкий же пример Доступный Вот так надо общаться с детьми Надо, чтобы они на практическом примере Видели как бы Чуткую арифметику Да? Если бы у меня было У воротина говорит У меня все равно три яблока Потому что я тебе ни одного не дал Ну то есть у него там Дочитание не получалось Воспитание в благости означает Наказывать лишение обобщения Мы не исключаем А вот это вот Насилие над ребенком В случае опасности для его жизни Дальше Воспитание в благости означает Создавать благоприятную для развития Внешнюю среду Это очень сложный Серьезный вопрос Сейчас внешняя среда В нашем обществе благоприятная Для развития детей Ужасная просто Вот если на улице Чума идет Вы ребенка будете на улицу пускать? А если он сильно попросится Будете? А если будет бежать на улицу Будете пускать? А если он будет ломать дверь Будете пускать? Нет Потому что там чума Чума означает Убивает просто Убивает Сейчас на улице чума Понимаете? Сейчас нельзя давать детям Возможность Свободно строить отношения С кем-то Они хотят с кем-то дружить Создайте им эти отношения Найдите какой-нибудь клуб Найдите какую-нибудь секцию Найдите где ребенок Ваш будет общаться Лучше всего Если это будет Религиозная среда Вы сами ходите На религиозные программы Там обязательно есть Также организованное место Для детей Они такими же Религиозными Детьми общаются Означает Среда благости Всегда вера Благостная жизнь Всегда вера Страстная жизнь Всегда элита Какая-нибудь Элитная Клубы Там место для общения Где люди культивируют Как бы чувство Собственного достоинства Я круче Чем ты Благостная Означает вера Люди культивируют Любовь Неверственная среда Означает Отдать ребенка туда Где из него Сделать бандита Ну Обычные Неверственные люди Не парятся Насчет Телевизор Из своего дома У меня уже 20 лет Нет телевизора Знаете Я как страдаю Без педивизора Я так хочу Посмотреть на Собчак На Малахова На все эти скандалы Там голые попы Которые показывают Я так хочу Мне так хочется Все это видеть Я каждый день Плачу в разлуке Вы поверили ему? И смотрю на них И слава Богу Так гораздо счастливее жить Причем Где новости? Новости А новости Если какая-то новость появляется Ты ее узнаешь все равно Кто-то обязательно скажет Серьезно Они серьезные И нечего знать Можно смотреть Допустим Где-то в основе Просто смотреть Читать Когда ты читаешь новости Психика не корежится От этого Когда ты смотришь Видео какое-то Психика корежится Серьезно Воздействие Средств массовой информации Через видео Идет колоссальной силы Мозги Просто в котлеточку Становятся Зачем ребенку Смотреть всю гадость? Зачем? Какой смысл? Он же очень впечатлительный Он все это всасывает Вы скажете Надо его учить жизни Но если вы хотите учить жизни Тогда в тюрьму Вообще его водите Пускай он там смотрит на жизнь Или в публичный дом Если вы хотите считать Что жизнь Страстная среда Это настоящая жизнь Тогда Водите в невежественную среду Посмотрите Как ширяются Наркоманы Пускай там поживет Пускай ширнется Надо же все попробовать Некоторые говорят Надо все попробовать Ширнется тогда разок Пускай позанимаются Сексом со взрослыми Как это делают Сейчас в Европе Дети должны все знать У них есть специальное Образование для этого Они должны трогать Половые органы Друг друга на этих И работают Как бы в школе А если ты не разрешаешь Ребенка Тебя могут под суд отдать Это уже называется Маразм Маразм А в некоторых штатах Америки Принято также образование В плане того Что есть секс Секс между взрослыми Детьми Тоже должен это изучать Ты же образованным Хочешь быть Все знать Пожалуйста Это тоже знай Как это делается Однополый секс Если вы хотите Сделать человека Современным Тогда вот путь Очень хороший Быть современным У нас самая культура Современная же Западная А еще современная Американская А там сейчас Все уже Синий цвет перекрашивают И поют Тонким голосом Да? Мама 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 Это очень большая Серьезная тема Что такое Внешняя среда Как создать Среду Самое главное Это Научно Подходить К вопросам Ну Ребенку Интересны Допустим Игровые фильмы Найдите Нравственные Игровые фильмы Ребенку Интересны Мультфильмы Найдите Нравственные Мультфильмы Ребенку Интересны Там Патриотические Фильмы Найдите Нравственные Патриотические Фильмы Ребенку Надо что-то Смотреть Найдите То, что Смотреть Достойно Это Научный Поезд Нужен Сейчас Каждый Год Выходит Десятки Тысяч Фильмов На экран Если Вы Поищите Чуть Чуть Вы Найдете Столько Нравственных Фильмов Что Хватит На всю Жизнь Смотреть Вашему Ребенку Ну Сто Процентов Вам Говорю Дальше Очень важно Понять Особенности Здоровья Ребенка Чтобы Он Был Здоровым Надо Понять Его силы Бывают Слабые Дети Они Быстро Устают Давайте Им Отдыхать Бывают Безудержные Дети Надо Их Вовремя Останавливают Бывают Дети Неустойчивые Психически Допустим Надо Создавать Нягкую Спокойную Среду Чтобы Они Умели Психически Отдыхать И так Далее Поймите Состояние Здоровья Ребенка Поймите Какие Особые Условия Для него Нужны Иначе Он Будет Болеть Не Надо Ребенка Кормить Тем Что Взрослые Едят Поймите Что Когда Ребенок Растет Его Организм Требует Много Сладкой И Мышной Пищи Это Не Значит Что Ребенок Питается Неправильно Ребенок Не Должен Питаться Как Взрослый Острый Жирный Соленый Жареный Пищей Ребенку Нужна Пища В основном Это Фрукты Пища Детей Фрукты Сухофрукты Сладости И Мучное Эта Пища Дает Строительный Материал Для Роста Поэтому Это Основная Пища Детей Они Эту Пищу И Просят Давайте Ему Пищу Просто Знайте Что Эту Пищу Не Надо Есть Слишком Рано И Слишком Поздно У Ребенка Должно Быть Дробное Питание И Дробный Сон Устал Отдыхает Ребенок Не Должен Подчиняться До 13 Лет Режиму Дня Который Я Писываю В Лекции Устал Стит Проснулся Активно Действует У нее Мало Сил Мало Психической Энергии Итак Понятие Особенности Здоровья Эмоции Ребенка Его Конституции Сначала Телесную Понять Потом Эмоциональную Потом Умственную Потом Понять Особенности Разума Это Самое Главное Первый Тип Детей Это Ученые Дети Которые Склонны К тому Чтобы Обучаться Изучать Работать Над собой Стремятся К познанию Такие дети И стремятся Давать знания Другим Они С детства Стремятся К истине Кошка К отцу Пришел И спросила Кроха Что такое Хорошо И что Такое Плохо Это Вот Эта Конституция Детей Если Что-то В голове Не укладывается Какая-то Концепция Идея Жизни Они Очень Сильно Страдают У меня Такая Конституция Я очень Сильно Страдал Сглядя На то Как Мои Родители Живут Я Просто Не переваривал Это Все Не верил Что Так Долг Надо Жить И в конце Концов Это Родило У меня У меня Стремление Постижение Как Правильно Жить Это Дало Толчок Жизни Любая Ситуация Которая Возникает В жизни Не надо Ее Воспринимать Как Наказание И Проклятие Ее Надо Воспринимать Как Крамплин Для Развития Если У меня Не Было Такой Детской Жизни Я Не Смог Изучать Как Правильно Я Не Смог Свою Жизнь Толкнуть В Эту Сторон Это Невозможно Нужно Чтобы Что-то Было Какой Крамплин Долж Какие Трудности Должны Быть Жизни Чтоб Развить Человек Иногда Трудности Ломают Надо Сдел Так Чтоб Ребенок Не Сломался Бывают Дети Очень Сильно Их Не Сломаешь А Бывают Такие Что Они Ломаются На Всю Жизнь Поймите Каков Ваш Ребенок Первая Трудность С которой Я Столкнулся В своей Жизни Я Уже Не Помню Эту Ситуацию Но Я Победил Эту Ситуацию Знаете Какая Трудность Самая Первая У меня Была Банальная Трудность Обычная Часто Бывает У меня Мама Хотела Сделать Аборт Но Не Сделала Я Скорее Всего Там Молился В утром Она Прямо Туда К кабинету Подошла И Назад Пошла Не Сделала Может Кто-то Другой За Меня Помолился Ну Так Значит Трудность Самая Дождь Бывает Что Надо Все Побеждать Есть Есть Такая Юморезка Цапля Сидит У нее Во рту Лягушка Голова Зашла А руки Вот так Держат Как бы За шею И Подписано Снизу Никогда Не сдавайся Она Перемкнула Как бы И цапля Не может Проглотить Потому что Руки Лягушка Руками Держат За шею Никогда Не сдавайся Так Надо Жить Даже Детям Никогда Не сдаваться Пытаться Победить Судьбу Так Эта Конституция Тренера И давать людям Знания Где еще Находится Это тоже Деятельность В этой Природе Дальше Второй тип Людей Это люди Склонны К управлению То есть Идея Такая Структура Правильные Законы Спасут Мир Правильно Созданная Среда Спасет Мир Нужно Защищать Правильную Среду С помощью Силы Влияния Власти Засвещать Правильную Среду Это Люди Второго Типа Правители И они Что делают В жизни Всегда Создали Правильную Придц Среду Я в детстве Занимался Самбо И разок Просто Боролся С одним Мальчиком Он Младше Меня На Год И я Его Заломал И делал Ему Болевой Прием Он Орал А я Чувствовал Что Я Победил У меня Чувствую Победы Был Сидеть И делать Глупости И ко мне Подошел Другой Мальчик Он Был Тоже Такого Же Возраста Как Тот Младше Меня На Год Но Этот Мальчик Он Был Необычным У него Взгляд Был Очень Твердым Решительным Таким Он Смотрел На Меня И Говорит Отпусти Его Очень Решительно Твердо Подошел Сказал Отпусти Его Я Сразу Почувствовал Что Я Не Хочу Сопротивляться Его Словам Я Подчинился Ему И Отпустил Этого Мальчика И Он Смотрел На Меня Спокойно По Доброму Он Очень Твердо И Смело И С Ним Не Хотел И Спорить Возражательно Это Конституция Правителей Человек Обладает Силой Управлять Ситуацию Его Счастье Означает Чтоб Все Было Правильно Такие Дети Хотят Чтоб Все Было Правильно Естественно Что Когда Ребенок Очень Маленький Кого Он Эксплуатирует Родителей Поэтому Когда Ребенок Хочет Быть Ученым Он Делает Умный Вид Маленький Он Очень Ходит Такой Все Знает Деловой Значит Что У него Конституция Природа Ученого Она Проявляется В его Глупости Вот Такой Детстве И Взгляд У него Какой Мудрец Он Такой Как Мудрец Ходит Все Знает Такой Деловой Это Конституция Ученого Теперь Конституция Правителя Ребенок С детства Как себя ведет Он Командир Это может Девочка И мальчик Командир Начальник Ну Взгляд Очень твердый Такой Типа Че такое Че здесь Собрались На родителей Смотрит Ему там Год Два Возраст Маленький Еще Че В чем Дело Понимаете Такой Взгляд Это Правители Конституции Сто процентов Дальше Конституция Мейнджера Конституция Мейнджера Означает Другое поведение Совсем Конституция Мейнджера Означает Другое поведение Какое поведение У ребенка Он Всегда Извлекает Из всего Выгоду Тошелобливые Такие дети Они все Под себя Гребут Коллекционируют Все Со всеми Устанавливают Отношения Контакты И как бы Ведут себя Вот так Вот они Пытаются Обстановку Использовать Другие у меня Марки Подружился И потом По дружбе Решил Как бы Мне подарить Очень классную Ценную Марку Которая Оказалась Просто Ерундой И он Подгреб Все Марки За эту Антур Это Как Друзья Торговца Сначала Дружба Потом Реклама Своего Товара Объяснение Что это Надо И потом У тебя Не остается Денег Неожиданно Так Все Происходит Такие Дети Любят Игры Подвижные Игры Активные Конституции Вот Мейджеры И они В играх Всегда Пытаются Лидировать Управлять Люди Первого Типа Любят Устанавливать Правила Игры Люди Второго Типа Любят Командовать Во время Игры А люди Третьего Дети Третьего Типа Любят Создавать Дрепировки Они Подговаривают Как бы Каких-то К собой Кто-то Враги И они Как бы Дружа С одними Дурят Други Вот Это Третий Тип Конституции Так Дети Сядут Четвертый Тип Конституции Означает Творческий Как бы Люди Творческого Труда То есть Им Надо Чтобы Делать Что-то Интересное Они Все равно Там Кто управляет Кто Как бы Какие законы Создает Кто Кого Учит Кто Обман Им Неинтересно Им Главное Чтобы Они Были Заняты Чем-то Интересным Они Любят Мастерить Всякие Там Поделки Делать Это Люди Вот Такого Склада Им Что Надо Найти Что Им Нравится Делать Все Остальное Им Неинтересно Они Испытывают Огромное Счастье От Того Что Они Находят Что Им Правильно Делать Теперь С Точки Зрения Структуры Общества Самая Высокая Конституция В Обществе Это Те Кто Дает Знания На Втором Месте Стоят Те Кто Управляет На Третьем Те Кто Занимается Менеджментом На Четвертом Те Кто Любят Творческий Труд С Точки Зрения Развития Личности Те Кто Любят Творческий Труд Могут Быть Святыми И Могут Иметь Более Высокое Положение Чем Те Которые Дают Людям Знания Понимаете С Точки Зрения Развития Личности Нет Таких Законов Что Ты Всегда Будешь Ниже Тех Кто Дает Знания Если Ты Любишь Труд Значит Ты Хуже Такого Нет С Точки Зрения Социального Склада Тот Кто Любит Творческий Труд Ему Лучше Подчиниться Всем Остальным Тот Кто Любит Менеджмент Лучше Подчиниться Власти Лучше Подчиниться Наставнику А Наставнику Лучше Подчиниться Богу Все Должны Подчиниться Если человек Не подчиняется Он как наставник Ведет Ни в какой вере Не находится У него нет Наставников Он не подчинен Богу Это просто Шарлатан И обманщик Если человек Стоит у власти У него нет Наставника Он тоже Заведет Страну Не знаю Неизвестно куда Как у нас Есть Это Социалистическая Анекдота Одного Из правителей Народы Партии Идет На Говно Перейдите Пожалуйста Страничку А Народ И партия Идет На Говно Гу На Говно Гу Чтобы Так Не было Нужно иметь Наставника Кто-то должен Подсказать Как Идти туда Куда Не надо Правитель Очень увлечен Властью Он идет Ему надо Добавиться Своего Во время Управления А наставники А наставники Помогают Разобраться Во всем Они Смотрят Как бы Со стороны Когда человек Находится Внутри Процесса Власти То Он Находится Под влиянием Огромных сил Эти силы Двигают Его Жизнь Но Когда он Советуется Со старшим Он может Всегда Выбрать Правильное Решение Это Очень И очень Важно Когда человек Занимается Менеджментом Бизнесом Он должен Находиться Внутри Закона Если он Сильно Выходит Далеко Из Закона Во время Деятельности Во время Бизнеса Он попадает В тяжелую Ситуацию Жизни Может В тюрьму Сесть Лишиться Имущества То есть Он подчиняется Закону Подчиняется Правлению Ко страны В которой Находится И те люди Которые Трудятся Творчески Они должны Подсиняться Менеджером Они должны Подчиняться Всем Кто Стоит Выше Тогда Человек Обретает Счастье Он Может Творчески Трудиться И быть Защищенным Но Если Говорить О том Кто Старше И кто Развитие Это Не зависит От того Какая У человека Конституция Разум Человек Становится Старше От того Что он Молится Богу От того Что он Занимается Духовной Практикой Он Становится Старше Даже Простой Рабочий На заводе Может быть Духовно Более Развит Чем Его Начальник И начальник Будет Приходить Советоваться С рабочими Есть еще Пятый Неведический Кип Характера Означает Что Родители Не выявили Характер Разума Человека Его Разум При рождении И развитии И этот Ребенок Не знает Чем Заниматься Это Большинство Людей Сейчас Они Не знают Чем Делать Не знают В чем Они Эффективны У них Нет Интереса Ни к чему У них Нет Радости Ни в какой Деятельности Они Просто Слоняются В этом Мире Не знают Что делать Это Значит Что Первое Что нужно Делать Такому Человеку Это Начать Работать Над Собой Человек Работает Над Собой Это Первый Этап Потом Надо Приносить Пользу Начинать Людям Служить Людям Что-то Делать Бескорыстно Для них И в этой Деятельности Бескорыстно Раскрывается Природа Человек Он Интуитивно Начинает Чувствовать Где он Более Полезен Из этого Момента Он Начинает Счастливо Жить Как Становление Личности Происходит В трех Этих Сферах Когда человек Становление Личности В невежестве Означает Ненависть К этому Миру И борьба С ним Это Означает Что Дети Смотрят Но Если В вашей СМИ Процветает Атмосфера Невежества Дети Будут Стремиться Смотреть Мультфильмы В духе Насилия Означает Что Кто-то За кем-то Бегает Кто-то Кого-то Убивает Кто-то Кого-то Бьет Фильмы В духе Насилия Означает Также Вот эти Все Шварценеггеры Я тебе Говорил Что Я тебя Отпущу Зану Я тебя Отпускаю Это В духе Насилия Это В духе Невежества Означает Что Кого-то Обидели Идет Дяденька С бревном Большой Его Бац Обидели Ну С бревном Большой Дяденька Его Обидели Понимаете Ну Вообще Чуваки Понимаете Кого Можно Обижать Кого Нельзя И Дяденька Этот Потом Убивает Весь Фильм Человек 200 Наверное Потом Берет Вот Веселье Понимаете Это Называется Жизнь Невежести Человек Добивается Всего Насилием И дети Сюда Смотрят Это Все И концепция Жизненной Невежести Утверждается В результате Когда эти дети Вырастают Что они делают Они начинают Совершать Насилие Над принципами Жизни В этом Мире Они Себе Прокалывают Все Что Можно Проколоть Делают Гребешок Вот Здесь Гребешок Делают Себе Становится Как Дикая Лошадь Прежевальского Вот Вот Григу Себе Делают Вот Рисуют Себе Вот Такие Глаза И так далее Вот делают Все Что можно Сделать Чтобы Быть Странным Человеком Это Означает Что Человек Насмотрелся Он Сосал В себе Идеологию Жизни В невежести Теперь Как вопрос Сразу Разникает А если Ребенку Хочется Это Смотреть А если Вашему Ребенку Захочется Вколоть Наркотик А если Вашему Ребенку Захочется Подышать Брюшным Тифом Что Вы будете Делать Отгородите От этого Ребенка Так Или Нет Ну так Почему Вы думаете Что Смотреть Эти Фильмы Все Все Эти Фильмы Смотреть Что Это Не То же Самое Почему Вы Так Думаете Что Это Не То же Самое Только По Той Причине Что Вы Этого Незнания У вас Нет Знания Что Все Эти Фильмы Разрушают Сознание Вашего Ребенка Есть Благостные Фильмы Допустим Благостные Сказки 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 Царе Салтане Маугли И так Далее Есть Что Быстро Надоедает Нет проблем Если Вы Потрудитесь Жизнь Благости Означает Жизнь С позиции Знания Если У меня Мои помощники Взяли И Примерно За месяца Два Собрали Целый Хардиск Мультфильмов Благости Просто Целый Хардиск И там Смотреть И пересмотреть Хоть всю Жизнь Понимаете То есть Надо понять Что это Такое Сначала Там Нет Насилия Там Есть Знания Там Есть Дружба Вместе Весело Шагать По Просторам По Просторам И конечно Припевать Лучше Хором Ну то есть О дружбе О верности О любви Понимаете Фильмы Ну погоди Это Мультфильм Страсти Эпоху Советского Кино А? Как? Шарики Ну Заяц Погоди Это Детектив Начало Детективного Мультфильма Советского Такой Как бы Добрый Мультфильм Про Носилие А у вас Есть Этот список А? Мультфильма Список Поизучайте Сами Пошеверите Мозгами Я Ну Я как бы У меня нет Маленьких Детей Не интересовался Ну просто Подумайте Становление Страсти Означает Приспособление К этому миру Пытаться Быть модным И современным Мультфильмы И фильмы Страсти Означают Это Санта Береберда Вот это Все Это хозяйство Вот То есть Фильмы Которых Люди Как бы Показывают Как Какие мы Крутые Знаете На дорогих Машинах Ну то есть С телкой Красивой Если кто-то Какой-то козел Там что-то Хочет сказать Мы его слушаем Конечно Ну не очень Ну и такие Крутые С телкой Он что-то там Говорит Но мы его слушаем Но не очень Понимаете То есть Показывают В этих фильме Показывают Своё превосходство Там всегда Есть Понятие Мода В таких фильмах Красота Надо в красивой Обстановке Быть Чтобы все было Красиво В прайское место Какое-то понятие Обязательно Должна быть Погоня Какая-нибудь Обязательно Мы побеждаем Там смесь Страсти Невежество Обязательно Нужно Мы красивые Мы крутые Мы всегда Побеждаем Мы никогда Не проигрываем И никогда Не умираем Жизнь страсти Человек страсти Не верит В свою смерть В поражение Он верит Только в победу В успех Это фильмы Про успех Детям Показывать Не надо Ничего хорошего Из этого Не будет А сказки Про принцесса Победа Нужна Но какая Справедливая Правильная Сказки Про Кощей Бессмертного Иванушка Алёнушка Понимаете Про любовь Сказки Про победу Добра Над злом А вот когда Принцесса Вот Например Золушка Да Она Приходит Замуж за принцем Да Замечательно Золушка Это кто Это девушка С хорошими Качествами Она любит Трудиться Она очень Смиренная И она Получает Результат Какой Хорошего Мужа Получает Это правда Все что Правда Это надо Показывать Все что Неправда Не надо Конечно Какая-то Интрига Должна быть Иначе Никто Не будет Смотреть Вы понимаете Если весь Мультфильм Из одной интриги Понимаете Какие-то Уродливые Лица Вы знаете Что это С низших Планет Вот эти Все Ница Вот эти Все Бэтмены Все эти Ужастики Это все Из адских Планет Эти образы Там действительно Есть такие Существа Это все Рисуются Этими Маразматиками Которые Создают Такой Мультфильм И люди Так как Сейчас В деградации Склоны Они И дети Тоже Это сильно Всасывают Потому что Атмосфера Деградации Очень развита Сейчас Не надо Эти всех Ужастиков Не покупать Не показывать С ними Мультфильмы Не надо Чтобы из этих Маразматических Лиц Состояли герои Ваших Детей Я к мальчику К одному Подошел У него Вот этот Вот этот Стоит Такой Я говорю Ты веришь Что это Хороший Вообще Человек Монстр Они так Называются Монстр Я говорю Ты веришь Что этот Монстр Хороший Человек Он Да Этот Монстр Хороший А вот Этот Плохой Он Такой Только Плохой А этот Хороший Потому что Он Всегда Побеждает Он Хороший А этот Блохой Потому что Он Не Побеждал Вот И у Нем Вся Философия Из этого Состоит Накачали Мозги Ребенку Нормально Дураки Жи Есть Первый Умный Был Детина Средний Был И так Десят Втретий Вовсе Был Дурак Это Правда Бывает Разум Сильный У детей Бывает Слабый Бывает Лучение Изучайте Что такое Блав Вы Меня Сейчас Спрашиваете Вы Как Знаете Как Это Инопланетяне Прилетили На Землю Олег Генадьевич Вот Ты Какой Северный Олень Вы Сами Изучайте Все Я Вам Просто Знания Даю У вас Не Кончилась Жизнь День Больше Дить У ребенка В страсти Мультфильм Посмотрит День Меньше Разницы Никакой Нет Вы Просто Начните Жить Потихоньку Правильно Не Приходите Домой Не Надо Действовать В страсти Так Глушить Потому Что Хотите Наслаждаться Вы Не Хотите Менять Людей Принимать Любить А Хотите Наслаждаться Все Остановиться Благостными Быстро Не Поможет Такое Поведение Семью Разрушить Поможет В секунду Без проблем Поменять Кого-то Не Поможет Кто Такие Фанатики Лекции Послушали Начинали Действовать В страсти Себя Не Поменяли Сердце Не Поменяли Прощать Не Умеем Служить Не Умеем Любить Не Умеем Примивать Не Умеем А Менять Хотим Почему Близких А потому Что Хочется Жить Счастливо Вы Самое Изысканное Счастье Это Жить В среде Благостных Людей Питаться Благостной Пищей Смотреть Благостные Фильмы Думать О благостных Вещах И делать Заниматься Благостным Трудом Это Изысканная Жизнь Когда Человек Чуть-чуть Чувствует Эту Жизнь Ему Все Становится По барабану Он Бросает Семью Детей Своё Общество Друзей И уходит В эту Благостную Жизнь Это Называется Фанатизм Такие Фанатики На самом Деле Никакой Благости От этого Не получают У меня Была Такая Ситуация В жизни Одна Девушка То есть Она Мне Рассказала Историю Своей Судьбы Одна Девушка Увлеклась Каким-то Учением Бросила Мужа Который Находится В невежестве Он Живёт Ну Не в невежестве Но в страсти В страсти Живёт Бросила Этого Мужа Нашла Себе Молодого Человека Который Тоже Благостный Такой И они Поехали В поселение Благостное Поселение Вместе Жить Я вам Рассказал Судьбу Человека Сейчас Это Правда Частейшая Правда Как это Жила Это Неправильное Представление О том Как Благость И как Ей Жить Дальше Она С этим Молодым Человеком Благостной Поступила Бросила Который Оказалось Бросил Жену С двумя Детьми Он Еще Более Благостный Вот Она Вместе С ним Начала Жить У них Появился Совместный Ребенок И так Как В общине В этой Были Аскезы Там Одни Фанатики Жили Поэтому Все люди Там Сильно Мучились От Голода От Холода От Чрезмерного Труда И так Как У них Был Маленький Ребенок Они Уже Там Были Связи Он Начал Там Работать Зарабатывать Деньги И Потом Начал С командировки Ездить Слишком Часто Оказалось Он Просто Начал Жить С С Прежней Женой Там У нее Было Двое Детей Которые Он Любил Она В результате Осталась Без Мужа И Он Ей Потом Сказал У нас С тобой Духовный Брак А у У меня С Другого Человека Она Пыталась Вернуться К тому У нее Другая Семья До свидания А он Ее Возвращал Там Ждал Несколько Лет Ребенка Она Своего Тоже Потеряла Того Первого Потому Что Муж Ей Не Отдал Его Кстати С этим Ребенком Она Начала Себе Человек Алкоголик Потому Что Больше Никого По Судьбе Уже Было Не Положено И На Консультацию Советоваться Что Делать Дальше Благостная Жизнь Не Означает Всех Бросать Мучить И Перевоспитывать Благостная Жизнь Запомните Начинается Только С себя Самого И Только С себя Самого Когда Научитесь Всех Прощать Принимать Тех Людей Ту Страну В которой Живете Тогда Начнется Благостная Жизнь Люди В страсте Всегда Всех Воспитывают Всегда Всех Меняет Люди Благости Всех Прощают Меняет Только С себя Но Если Вам Кто-то По Судьбе Дан Как Младший Пожалуйста Воспитывай Если Вы Менеджер Воспитывайте Своих Прочиненных Если Вы Отец Воспитывайте Свою Ребенка Но Воспитание Означает Дойти До Отношений Сначала Оно Не Возникнет Пока Отношений Не Будет Становление Лид Человеков Благости Означает Не Воззависеть От Деградации Социума Люди В страсти Приспосабливаются В этом Миру Пытаются Быть Модными Люди В страсти Пытаются Быть Успешными В этом Мире Пытаются Быть Модными Они Воли Моды Как Следуют И Это Не Означает Что У них Очень Сильный Разум Люди Люди Благости Идут Путем Веры Они Пытаются Изучать Что Такое Вера Что Такое Религия Что Как Духовная Жизнь Они Зависит От Деградированного Социума Они Ищут Правильное Общение Они Занимаются Самосовершенствованием Они Развиваются Грамотно Что Значит Грамотное Развитие Сначала Человек Должен Развиться Духовно Потом Дравственно И Потом Профессионально Если Идет Развитие Наоборот Тогда Человек Не будет Полноценным В жизни Потому Что Его Профессиональные Навыки Могут Быть Допустим Он Выучился На Менеджеров Допустим Но По качеству Он Не Менеджер Как Он Будет Менеджером Если Он Не Может Не Терпеть Людей Не Прощать Не Ответственность За Них Принимать Не Жертвовать Собой Ради Них Не Работать Больше Он Ничего Этого Не Может Как Увольнять У него Все Разваливается Весь Бизнес Духовность Человека Развивается В утробе Матери С вами Описываем Стадии Стадии Развития Человека Поэтому Женщина Беременна Ее Обязанности Ничем Не Отличаются От Обязанности Монахов Она Не Обязана Работать Бог Дает Больше Средств Когда Женщина Беременет В Семью Через Мужа Бог Пойдет Больше Средств Если Женщина Принимает Правильное Решение Она В это Время Не Обязана Работать Она Должна Полагаться На Волю Бога Семья Должна Жить На Зарплате Мужа В этом Случай И Родственники Должны Помогать Беременная Женщина Обязана Молиться Весь День Следить За Своим Здоровьем И Думать О Возвышенных Вещах В это Время Формируется Духовность Ребенка У нее В утробе Когда Ребенок Рождается С этого Момента Формируется Его качество Характера Качество Характера Формируется У ребенка По факту До 13 лет До полового Созревания Но Самые Глубокие Качества Характера Формируются В раннем Детском Возрасте До 5 лет Поэтому В это Время Родители Должны Жить Как Святые Они Должны Делать Все Правильно Вести Правильно Друг С Другом Ребенок Тогда Всасывает Все Как Надо Внутри себя Допустим Если Отец Матерится Допустим Не дома А на Работе Ребенок Тоже Не будет Дом Материться Когда Подрастет Он Будет Материться На Улице Понимаете Вы не сможете Обмануть Ребенка Потому что Ребенок Питывает Все Сердцем Он Не Слушает Ваши Слова Есть Один Ученый Который Доказал Это Он Взял Кук Показывал Куклы И Эти Куклы Они Делали Одно А говорили Другое И Дети Копировали Их Действия А не Слова И Это Доказывает Что Дети Никогда Не Слушают Слов Родителей Они Перенимают Их Настроение И Поведение Поэтому Чтобы Вы Не Говорили Все Ребенок Будет Делать Так Как Вы Делаете А не Так Как Вы Говорите Все Эти Слова Не И Там Немножко Не Так Смотри Не Все Так Категорично Это Абсолютно Правда Это Правда Так Оно И Есть Мальчика Воспитывает Отец Потому Что Отец Не Испытывает Вожделение К Мальчику Вожделение Передается То есть Эгоизм Передается Через Противоположный Пол Девочкой Наслаждается Отец Очень Сильно Он Испытывает От нее Наслаждение Поэтому Воспитывать Ее Должна Мать Которая Наслаждение От него Не Испытывает Ответственность К Мальчику Отец Испытывает Ответственность А мать Испытывает Вожделение Или Наслаждается Им Поэтому Мать Будет Баловать Мальчика И Воспитывать Девочку Отец Будет Баловать Дочку А мать Будет Ее Воспитывать Так Устроено Не ведическое Общество А устроена Наша Психика Понимаете А веды Просто Это нашли Подметили Изучили И Применили Отец Должен Всегда Воспитывать Свою Дочку Всегда Сына С самого Начала Просто Мать Является Первым Наставником Ребенка Мать Его Защита Прибежище Но Отец Всегда Должен Воспитывать Воспитание Не означает Прибежище Мать Это Как Часть Тела Ребенка В детском Возрасте Вот Как Он В утробе У матери Сидит Так в опасность Он Бежит К маме Но Со временем Мальчик Должен Ну Как Где-то В возрасте Пяти лет Уже Ребенка Нельзя Класть Рядом С мамой Уже Начинают Работать Половые Энергии Он Наслаждается Телом Женщины А не Защиту От нее Принимает А девочки Можно С мамой Да Вы До Двадцати Просто Пойдет Выбор Встанет Выбор Или Мужу С мамой Спать Или Девочке У вас Могут Быть Проблемы Потому Что Мужу Нельзя Подсоединяться Если Мама С девочкой Смит Мужу Туда Нельзя Под бочок Уже Понимаете Там Другая Среда Создается Итак Ребенок Получает Духовное Развитие Внутри Утробно Он Вера Формируется В его Сердце До Семи Лет У него Глубокое Нравственное Развитие Идет После Семи Лет У него Идет Практическое Нравственное Развитие Ребенок Изучает Жизнь Ну После Пяти Семи Лет Ребенок Изучает Жизнь Он Пытается Найти Идеал в жизни. Девочка пытается изучать, как жить в семье. Она начинает играть в семью с 5-7 лет. Мальчики начинают играть в развитие. То есть в войну. Там, мужчине нужна победа, женщине нужна гармония. Там девочка играет в гармонию, мальчик играет в победу. Вот. То есть всегда в этих ситуациях ребенку нужно давать нравственную среду создавать. Ясно, что в современном обществе гиперкрофируется очень сильно профессиональное образование. Пытаются профессиональным образованием. Детей учить уже с 5 лет сейчас. И впихивают в них математику, физику, химию. Все, что разрушает движение ума и разума ребенка. Движение ума означает игра в детском возрасте. С детьми надо детей образовывать до 10 лет как минимум с помощью игры. То есть игра означает любовь. Что такое игра для детей? Это любовь. Когда любовь на первом месте, образование на втором, образование всасывается очень легко. Сейчас есть такие школы образовательные, где через игру детям дают знания, означает через любовь. Когда начинается профессиональное образование, когда человек этим начинает интересоваться, это после полового созревания, профессиональное образование уже идет. До полового созревания человек интересуется жизнью, а не специальностью. Ему нужно понять, как жить. Он больше всего интересуется, мужчина интересуется победами, он смотрит фильмы про победу до 13 лет. Не печалься, сыне. Смотрит на победы, особенно, когда побеждают такие же дети, как он. И дети там едут на конях, там неуловимые мстители. Очень интересно, как же побеждать они будут? Они же маленькие еще. И он смотрит эти фильмы приключенческие, про победу. Это надо мальчикам обязательно смотреть. Победа добра над злом. До 13 лет. Девочки смотрят фильмы про любовь. Любовь настоящую. Ивановка, Алёнушка, Змея Горыныча победили. Вот. Поженились. Какая-то свадьба пела и плясала. Это то, что вдохновляет ребенка. И также развитие, понимаете, девочку надо отдавать в детском возрасте обязательно. Или чтобы она пела, или чтобы танцевала, или чтобы рисовала. Понимаете, это не то, что природа там. У моей девочки нет природы ни пить, ни танцевать, ни рисовать. Значит, она не девочка. Девочка означает любовь. Любовь проявляется через творчество. Поэтому каждую девочку надо отдавать. или рисовать, или петь, или танцевать. Иначе ее творческая, женская энергия у нее не будет двигаться в организме. Она будет как пенек накрашенный ходить. Я говорю про будущее. Женщина должна быть разница эмоциональная. Эмоциональное развитие означает танцы, песни и рисование. Эмоциональное развитие женщины. А? А языки? Языки – это то, что женщина получает по своим способностям. Женщина склонна общаться. Она склонна заботиться. Поэтому врачебное искусство, приготовление пищи, языки женщина получает с молоком матери. Она склонность эту имеет. Изучать языки, общаться, изучать, как готовить, изучать, как помогать людям. Заботиться. Медицина такая на уровне заботы. Массаж там, клизма там и так далее. Это все женщина получает с молоком матери возможность понимать, как это все работает. Она склонна, она из этого соткана. Но я говорю сейчас про другое. Знаете, что такое? Узловой зуб, мастопатия, вот эти опухоли, два качества, женских органов, гормональной системы. Означает, что женщина недостаточно пела, плесала и рисовала. В детском возрасте она не развилась эстетически. Это значит, что ее женские энергии спят, а они превращаются в опухоли. Женщины все должны быть очень гармоничными. Они должны уметь танцевать, они должны, движения очень пластичные, голос очень тонкий, нежный, красивый. Они могут хорошо нарисовать что-то. Женщина должна быть развита в искусствах обязательно. Стихи читать. А мальчику вредно заниматься? Почему вредно? Нормально тоже. Просто это не главное для него. Это его, если ему нравится. Но нравится ему или не нравится, мальчика надо развивать как мужчину. Означает отдавать его куда? В борьбу, в бег. Ну, что ему нравится? Кому-то бороться, кому-то бегать, кому-то бокс, кому-то карате. Мальчик должен побеждать. Он должен учиться побеждать. Мужчина должен побеждать. А я не надеюсь, что ему не нравится не петь, не петь. Ну, значит, тогда у вас, значит, атмосфера печальнее в доме. Девочке ничего не нравится, значит, маме ничего не нравится. Мама тоже такая. В тоске живем, значит. А если интерес быстро попадает? А? Интерес быстро попадает. Интерес быстро попадает, это нормально. Надо искать, почему интерес другой. Это значит, что ребенок все всосал, то, что там надо. Это не его природа. Когда ребенку, вы попали в точку, его природа, ему не надоест. Надоело, значит, надо другое искать. Чувственная деятельность человека должна быть удовлетворена. Приходит время, вы находите, и он как бы в этой стезе пошел. Опять же, не всю жизнь. Какое-то время, потом новое что-то. Развилось, ребенок, понимаете, из стадии развития личности. Допустим, на определенной стадии в раннем детстве ребенку надо вот там где-то с двух до четырех лет учиться. Любой ребенок будет рисовать по-любому. Его эти способности развиваются. Потом пришло время, им надо в игры играть, бегать там. Там с трех лет у него подвижность увеличивается, он уже как-то то есть бегать в разные игры. Движение. Развивается движение у ребенка. И так далее, понимаете? То есть возраст накладывает впечаток на то, чем человек будет заниматься. Почувствуем двигаться в двигательные виды секса отдали. Почувствовали ребенок рисовать, рисуют в рисоварьме. Гимнастикой, фигурной катанием еще чем? Надо знать что-то одно, выбрать и все. Не идите на поводу, желание, детей много-много может быть желания. Переплачут, успокоятся. А если девочка с мальчиками дружит? Девочка с мальчиками дружит? Не надо. Девочки, мальчики отдельно. Отдельно надо. Обучать девочек, что подальше от мальчиков. Мальчиков подальше от девочек. И они всегда тянут друг к другу, но если они начинают сближаться, разрушается личность. Девочка, чем ближе к мальчикам, тем больше она деградирует. У нее распущенность появляется. Понимаете, у ребенка должны энергия вверх должна идти. Вверх. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко. Понимаете, у ребенка должно вверх энергии идти. Он должен думать о возвышенных вещах каких-то. Когда девочки с мальчиком начинаются, низменные вещи начинаются. А если сын и дочек с мальчиками А сын и дочкой это другое. Это не отношения половые, это отношения любви, родственной любви. У них нет половых отношений у сына и дочки, у них родственные отношения. Они привыкают, девочка привыкает к энергии ребенка. То есть она может быть матерью для него, если она старше, или дочкой, если мальчик старше. Надо у них формировать отношения между ними, как у родителей. Допустим, даже ребенок на год старше, он старший, понимаете, его надо учить как отца. А тот, который младше на год, его учить как сына надо подношение друг к другу. И тогда они оба развиваются эффективно. А можно с мальчиком если вы мальчик? Нормально, да, мальчик с мальчиком можно, мальчик с девочкой нет. Нет, конечно, зачем? Это самый идеальный вариант. Мальчика в мужскую школу значит настоящий мужчина выучится, вырастет. Девочка в женскую школу настоящая женщина. Но это не в нашей, понимаете, в современном собственном практически невозможно. А как тогда объяснять? Я же говорю, с позиции разума действовать. В какой бы среде человек ни жил, с позиции разума все можно объяснить. Просто установите правильную среду сначала в доме. Чего-то, от чего-то вы своих детей сможете оградить, от чего-то не сможете. Не печальтесь, не огорчайтесь, ребенок во всем разберется, поймет все сам. Даже если он осквернится в чем-то современным обществом, если вы будете правильно жить, у него все вернется назад потом, он все поймет. Я вам такую вещь скажу. Лучше всего, если говорить о лучше всего, ищите детский сад, нравственный, там, где детей нравственные люди обучают. Это чаще всего, может быть, чуть подороже, но зато, ну, частное образование, частный детский сад. Лучше всего, самый лучший вариант давать детей в нравственную среду. Церковная школа, допустим, понимаете, некоторые говорят, я не хочу, чтобы у меня ребенок был церковником. Поймите, церковная школа означает простая школа. Это означает, что духовность на первом месте, нравственность на втором, профессиональное образование на третьем. Это то, как должно быть. Потому что, если ребенок не научится молитве и верить в Бога, он не разовьется как личность. Если у него качества хорошие, хорошие не будут, он все равно не сможет никем управлять, ни с кем общаться на работе. Понимаете, это развитие должно быть вот так идти. И это нормальная школа, церковная школа, нормальная школа, понимаете. А вот когда нет никакого религиозного образования детей, это ненормально. Создавайте сами это образование. Есть частные люди, ищите таких людей, которые хотя бы воскресные школы есть. Приводите. Но вы не будете это делать, потому что вы сами не образованы в этом во всем. Поэтому, говорю, начните с себя. Не думайте, что уже поздно. Начните с себя, начните развиваться духовно. Придет время, дети ваши тоже разобьются. Можете дома давать им духовное образование в конце концов. А няню на няню. А? Няню на няню. Няню опять же какую? Он же перенимает характер у няни. Да. Когда они работают там. А еще вам скажу про няню. Расскажите про няню. Про няню сейчас расскажу. Няни бывают разные. Белые, синие, красные. Вы послушайте меня. Няня, берите в возрасте. Если молодую девушку возьмете, то няня что означает? Означает, что она готовит, стирает, убирает. Что она делает? Она создаёт атмосферу любви в вашем доме. Атмосфера любви кому нужна? Мужу и деде. Это значит, что получается... Знаете, кто такой Евну? Я. Евну, знаете, кто такой? Я. Внешне мужчина, но... Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Вот так и женщина, которая берет няню молодую. Она все убирает, стирает и заботится обо всех. Проходит годик, и муж, несомненно, несомненно, больше любит уже няню, чем жену. Она же служением занимается в доме. Любовь, энергию любви отдаёт. Нельзя няне позволять готовить своим близким. Раз. Нельзя няне позволять стирать бельё. Особенно бельё, интимное бельё, как бы своих близких. Два. Если есть возможность вам самой, как бы, строить близкие отношения с детьми, стройте. Пожалуйста, пускай няня обучает детей. Это деловые отношения. Пускай няня убирает там мой дом, нет проблем. Пускай няня там то-сё, там, ну, допустим, постельное бельё стирает. Но если она начинает личное служение оказывать вашим родственникам, то тогда няня заменяет вас. А лучше всего, чтобы няня была Арина Родионовна. Ну, то есть, уже в возрасте, понимаешь? Тогда самый лучший вариант. Тогда вообще ничего не надо. Она просто будет как мать. И к ней надо как к матери относиться, и всё классно. Никаких проблем не будет. Главное, чтобы она не была фрекинг-бок, понимаете? Дома мучительница. Мальчики с девочками в раннем возрасте искрят. Они всегда будут конкурировать, воевать, всегда будут как бы мучить друг друга. как мучительница. Как мучительница. Хулиган, да. Найдите среду хорошую для общения у ребёнка. Создательную среду. Мальчик не должен общаться с девочками. Представь девочкам. С мальчиками дерётся. Лучше чуть с мальчиками дерётся, чем с девочками хорошо играют. Смотрите, когда мальчик с девочкой играет, идёт разряд. Плюс на минус. Человек теряет силу. Увеличивается вожделение в ребёнке, эгоизм, плохие черты характера. Мальчиками он создаётся как личность. Он попытается победить их, дерётся с ними. У него такое как бы понимание. Разве. Ухаживает за ними, да. Потом начнёт сексом заниматься в 13 лет. И покупать резинки в аптеке. Думай, 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 думай и выбирай. Узнали ребёнка, да. А? Узнали ребёнка учить, доводить начатое до конца. Нужно. Это отец должен делать. Учить ребёнка доводить начатое до конца. Это не нравится? Несмотря на то, что этому не нравится. Но как это надо делать? Когда у вас установились отношения, вы когда стали старше для него, то можете совершать остеянности с ним. Показывать ему, как доводить начатое до конца. Олег, я. А у ребёнка в школе вы можете поставить ребёнка, чтобы он навязывал вообще этот ребёнок? Пускай лучше ребёнок будет религиозным, даже не в вашей вере, чем если он будет учиться в обычной школе. Потому что в обычной школе детям навязывают невежество и страсть, а в религиозной школе навязывают духовность. Навязывание возможно, но это лучше, чем ребёнку навязывать что-то плохое. Поймите такую вещь. Вы всё равно до конца не поймёте эту лекцию. У вас сейчас раздор, раздрайв в голове. Вы всё равно не поймёте до конца эту лекцию, потому что начинать надо с себя. Я вам уже это говорил с самого начала. Понимаете, вы не сможете понять, какие фильмы ребёнок должен смотреть, пока у вас свой вкус о них, этот вкус не разовьётся в сознании. Вы не сможете ребёнка сделать лучше, чем вы сами. Это невозможно. Понимаете, когда ребёнок маленький, он кажется святым. Кажется, что у него такая психика. У него просто всё самое хорошее раскрыто, а самое плохое нет. Карма начинает действовать через 2 человека с возрастом. Чем он старше, тем сильнее судьба выходит наружу. Сначала ничего не видно. Все дети кажутся святыми. Я всё равно буду хорошим человеком. Посмотрим. Как врачи говорят, вскрытие покажет. Надо посмотреть дальше. Понимаете, чем старше человек становится, тем больше грязи выходит наружу. И тогда уже неконтролируемая ситуация становится. Лучше заложить и сначала хорошее всё. Плохое всё равно потом догонит. Всё равно с 13 лет ребёнок будет интересоваться тем, что не нужно интересоваться. Но уже не на таком уровне, как все остальные. Всё равно он будет погружаться в вожделение. Всё равно общество не сдерживает это всё. Всё, мальчики будут тусоваться с девочками. Всё равно вы ничего с этим не сделаете. Но зато вы сможете сделать так, чтобы дети не занимались развратом. Чтобы они не схватили спид и так далее. Ну? Ну, так хочется сделать, вот так, как вы говорите. Но когда ребёнок маленький, невозможно просто заниматься собой. И возможно заниматься служением Богу. Возможно. 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 Служение Богу означает, означает нянчить ребёнка, кормить его. Всё это служение Богу. Если вы это делаете для Бога, каждый раз думая об этом, ребёнок становится верующим. Если вы это думаете для себе, мой хорошенький, я тебя люблю, и забыли про всё остальное, тогда ребёнок становится эгоистом. Ребёнка возможно сделать верующим. Возможно. Даже если у вас нет времени. Запомните, самое возвышенное служение Богу – это нянчиться о ребёнке, кормить его с мыслями о Боге. У вас просто нет знания. Получайте знания, всё станет возможным. Что не можете? Отдельное жильё. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Вы сейчас говорите о том, что вам дал Бог. Вам Бог дал то, что вы заслужили. Это нормально. С этого все начинают. Как? Сейчас скажу, как. Звук меняет всё. Я в Тольятти, когда жил, у меня был панельный дом. Знаете, вот стены вот такие тонкие, что даже люди с средним голосом говорят, слышно в соседней комнате за стеной. Средним голосом, не то что громко, а громко всё отчётливо слышно. И со всех сторон вот так вот. Такой дом построили в Тольятти. Молодцы. Хорошие строители. Вот. И я в таком вот доме квартирку получил. Вот. И что мы сделали с женой? То есть мы начали просто включать голос святого человека. И он даже не слышен был соседям, но слышен был нам в наших всех комнатах. Всё нейтрализовалось сначала психически. И мы почувствовали, что мы защищены. Нас не беспокоили так сильно, как раньше эти все маты, перематы. Мы постоянно концентрировались на голосе этого святого человека и выживали. А потом эти маты, перематы все заглохли. Представляете, они все замолчали. Эти люди, которые орали. Ну вот соседи у нас замолчали. Представляете, мы уехали в отпуск на месяц, приезжали, опять орут. Включили на неделю святого человека, опять начали думать, успокоились. Представляете, фантастика просто. Кто, у кого тоже сам, поднимите. Вон, пожалуйста, смотрите его. Есть опыт уже. Духовную свою музыку, да. Ищите. Мужика уже нашли себе? Музыку найти легче. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вот, если вы видите, это право, что ребенок должен быть удобен своим родителям. Удобен должен быть? Да. Да. Кто так сказал? Ребенок, тот, кто вынесет вам мозги. Не будет вам удобен. Не будет копировать все ваши недостатки и вынесет вам все мозги. Это мое предсказание обязательно сбудется. 100%. Потому что, смотрите, есть третий по карману. Поверхностная легкая карма преодолевается в отношениях. Просто там в трамвае стою, ну, меня назвали там лысым очкариком. Нормально. Я не реагирую. Мне не страшно. Если то же самое, скажет моя жена, я буду переживать сильно. Это уже более глубокие отношения. Второй уровень отношений – это отношения деловые. Страданий больше, потому что больше связей, отношений более глубже. Производственных деловых отношений глубже, страданий больше. Еще больше страданий от близких семейных отношений. И в близких семейных отношениях страдания между супругами достаточно высокие. Но по сравнению со страданиями от детей, от своих, это вообще цветочки. Больше всего в своей жизни человек страдает от своих собственных детей. Чем больше человек привязан к кому-то, тем больше страданий и судьба посылает через него. Дети должны быть удобными для родителей. И, конечно, в этом удобство заключается. Что они как раз под вас и приспособлены, чтобы вас мучить. Это удобно, очень удобно. Они удобно будут мучить вас. Соседа нет. Неудобно. А вот вас они удобно будут мучить. В этой точке я согласен. Андрей Нинаидович, вы все выбираете. Я не знаю, поспитывала, неправильно складывала. И до 19 лет, все. И что? Все, и поди. Все, 19 лет уже, да? Все. Мамы как и не существуют. Мамы не существуют, да? Вы страдаете, да? Да, страдаете. Займитесь работой над собой. Вы первый раз на лекции, да? Нет. Как нет? Нет. Нет. Тогда вам надо запомнить, что я Олег Геннадьевич, если вы не перестали. Олег Геннадьевич. Да, все хорошо. Принято. Я Олег Геннадьевич сказал, потому что я волнуюсь. Хорошо, хорошо, все нормально. Меня в детстве мама хотела Андреем назвать. Меня поэтому путают все. Они говорят, Андрей Геннадьевич. Нормально, нормально. Меня так уже не первый раз называют. Меня мама так хотела назвать. Правда? Да, папа сказал нет. Никаких Андреев Геннадьевич. Все нормально. Вы же женщина, переняли настроение мамы. Все придет. Ваш ребенок 19 лет. Ничего не потеряно. Это не значит, что он всегда будет независимым. Система та же самая. Работаем над собой. Устанавливаем контакт. Начинаем строить глубокие отношения с ребенком. Постоянно вы становитесь старше, он младше. Приходит время, и можно ему давать знания. Даже в 19 лет не имеет значения. Все это тоже самое. Возраст, не менее, не влияет на систему отношений, если человек развивается правильно в этой системе. Проблема заключается в том, что люди сразу, немедленно хотят воспитывать ребенка. Скажите мне, как не с ним справиться? Почему? Потому что больно. Ребенок выносит сильно, боли приносит. И надо что-то делать немедленно. А немедленно ничего не сделаешь, понимаете? Надо сначала работать над собой, потом над отношениями с близкими людьми установить правильную атмосферу, в которую разум будет проникать в сердце ребенка. Когда кастрюли все чистые, можно готовить хорошую пищу в них. Чистую, благостную. И готовьте пищу, воспитывайте ребенка тогда. Все. Я приводил пример, что если бы здесь шла дискотека, я бы не смог вам прочитать лекцию. Нужна сначала атмосфера любви, созданная должна. Эта тема воспитания детей самая сложная, поэтому я ее читаю очень редко. Потому что ее очень трудно доносить, эти вещи, для человека. Очень трудно понять, что ребенку не надо смотреть вот эти фильмы, в которых все бегают и стреляют. Невозможно донести до сознания, что компьютерные игры – это не способ развития ребенка. А если он уже не может без компьютерных игр, тогда, пожалуйста, компьютерные игры хотя бы в благости. И хотя бы в страсти, которые развивают профессиональный человек. Хотя бы так. Всегда принимайте что-то чуть-чуть получше взамен на что-то похуже. И тогда все будет хорошо. Если нет вариантов, просто простую школу отдавать, отдайте в ту, где учителя думают о детях, а не о деньгах. Ищите, смотрите на директора, приходите, общайтесь с залучем. Если увидите добрые глаза по человеческой отношению к вам, такое же отношение по всей школе будет и к детям, 100%. Так, еще раз, только по одному. Мальчик учится в кадетском классе периодом, а учитель математики рекомендует уже не раз в физико-математическую школу. Факт, 100%. Я тоже так чувствую, что так должен учиться ваш ребенок. Да? А вам хочется что-то в кадетской, да? Нет, он выстрашивает моего мнения, мне не папа. Папа советует вот в кадетском. Не противопоставляйте мое мнение, мнению вашему мужу. Пускай ваш ребенок учится там, где ваша семья решила. Это будет лучше, чем разрушать ваши отношения. Я должен заканчивать лекцию, к сожалению. Если хотите, я могу еще одну лекцию по воспитанию детей сделать. Да, да. Кто придет? Я. Я. А кто не придет? Ответы по вопросу. Ну, один человек нормально. Ну, да. Так. Да, да. Супер, все хорошо. Не волнуйтесь. Спасибо вам. Супер вопрос. Отличный вопрос. Вопрос такой, что девочка училась в церковной школе, вышла замуж. Папа не признает, только муж. Супер. Супер. Это хорошо. Так все начинается правильно. Когда женщина признает, понимаете, женщина кому-то принадлежит. Выйти замуж, отдать замуж, означает, что родители теряют дочь. Это реальный факт. Если правильная благости сотканы, девушка сначала предается своему мужу. Потом она возвращается к родителям в сознание, если родители не бунтуют. Если они отдали ее мужу, она сначала привыкла к нему как к старшему. Родители успокоенно как бы это приняли. Потом дальше, со временем, через установление отношений с мужем, с ней, формируются новые отношения, в которых она возвращается в отношения к церкви родителей мужа. Просто примите ее в нюхе сначала. С ним отношения. Установить вам это будет очень тяжело сделать. Сделайте. И она вернется к вам, ваша дочь, без всякого сомнения. Это ваш экзамен, который указывает на то, что женщина всегда кому-то принадлежит. И кому она принадлежит, под того заточено ее сознание. Сначала сознание девочки заточено под папу, потом приходит время, оно заточено под мужа. И папа уже с этим ничего не сделает. Девочка уже полностью зависит от мужчины, который живет рядом с ней. И этот мужчина руководит ее разумом уже. Так устроена женская природа. Но если вы будете любить ее мужа, простите ему все, тогда в этом случае она также будет любить и вас. Без всякого сомнения. Вы сейчас сами разрушаете эти отношения. Непонятно, как устроена психика женщины. Так часто бывает, что это отмена, это синдром отмены, когда девочка уходит замуж, родители сильно переживают, что она больше уже не так относится к ним. Это так, сутка на женской природе. Посмотрите женщины сами на себя. Вы же тоже так же подчинились свою жизнь семье и меньше уже думаете о своих родителях. И так раньше вы сильно были с ними. Так устроена женская природа. Так же будут вести ваши дочери. Поэтому говорят отдать, отдать дочери замуж. Отдать. Почему родители плачут? Потому что они знают, все, теперь дочь будет подчинна мне. Она не будет подчинна мне уже, все. Они по этому плачут, что прежние отношения уже невозможны с дочерью. Мне принесли бумажку. Пять минут назад, отдать дочери. Все сели прямо, сейчас у нас будет тренинг. Большое тренинг. Знаете, что я чувствую сейчас? Сказать честно. Неудовлетворенность. Знаете, почему я неудовлетворен? Потому что вы неудовлетворены. Почему вы неудовлетворены? Потому что вы капельку получили из океана все. Точно ведь так? Да. Давайте не будем печалиться. Следующая лекция будет по воспитанию детей. Мы все решим, все ваши проблемы. Сто процентов. Все сели прямо. Сейчас успокойтесь, у нас нет времени. Сейчас будем учиться настраиваться, как во время молитвы. Каждый человек должен учиться это делать. Если вы этого не умеете делать, значит, вы не победите свою судьбу в трудный период жизни. Когда заболеешь неизлечимым заболеванием, когда дети уходят в пьянку, когда близкому человеку грозит тюрьма, когда нет денег и нет работы. И никто не может помочь. Я могу целую лекцию посвятить просто своему опыту. Могу рассказывать десятки историй своей жизни, как с помощью молитвы спаслась чья-то жизнь. Вырвался из тяжелой ситуации. Победил тяжелую судьбу и так далее. Все это благодаря вот этой практике. И поэтому надо этому учиться обязательно. И тем более, что это основа жизни вообще. Человек, веда объясняет, что человек — это душа. Душа — это частичка, которая от чего-то зависит. Нам кажется, что мы независимые все. Но смотрите, мы родились не сами себя родили. Мы не можем жить без воздуха, без воды, без пищи. Мы не можем жить без социума, без комфорта. Мы от всего зависим в этом мире. Маленькая душа, она всегда живет под влиянием чего-то. И поэтому веды говорят, и таким она становится, под влиянием чего она живет. Поэтому веды объясняют, что если человек центром своей жизни ставит святость в своей вере, в своей традиции, в своей культуре, ничего не надо менять вообще. Пожалуйста. В своей вере, в своей традиции, в своей культуре центр — святой человек в моей жизни. Я думаю, рано утром настраиваю жизнь на святость. Или это может быть место святое, или это может быть священная книга, или имя Бога, как у нас в мане, допустим, поклоняются имя Богу. Если у человека центром является его собственная жизнь, деньги, заработок и так далее, он не сможет победить судьбу. Это невозможно. Сам себя за волосы не вытащишь. Нужно наполниться чем-то, чтобы отдать дальше в свою жизнь. Эта сила дальше будет менять судьбу. Как она будет менять? Сначала в сердце появляется спокойствие, потом знание, что делать, потом вера, победа. Я всё смогу, я клятвы не нарушу. И так мысленно. И это всё возможно только в атмосфере самоотдачи. То есть молитва работает, если мы в атмосфере самоотдачи находимся. Поэтому мы повторяем, я желаю всем счастья. Это не только русская фраза. На всех языках мира есть такие молитвы. Я желаю всем счастья. Мысленно кланяемся святому человеку. Я хочу тебе служить. Вспомните кого-то, кого вы считаете святым. Сергей Радоничский, Рафим Саровский. Если даже вы не понимаете до конца этого, просто думая об этом человеке, вы сможете развить отношения. Или святое место, или священное писание. Всё, что вы считаете святым. Мысленно кланяемся и, почувствовав вот эту чистоту, отдаём другим. Я желаю всем счастья. Чистоту почувствовал, отдал другому. Почувствовал, отдам другому. Что происходит? Ты становишься проводником силы, чистоты. И побеждаешь судьбу таким образом. Первый этап — сердце спокойным становится. Потом на втором этапе вспыхивают какие-то события в жизни. Вспыхивают дела, трудности. Ты продолжаешь думать о святом человеке. Я желаю всем счастья. И смотришь, как эти трудности сначала превращаются в знание, что с этим делать, а потом растворяются вообще. Так все вместе повторяем, думаем, как я вам сказал. Настраивайтесь, пытайтесь это делать. Это не один год практики, но надо начинать. Дома будете повторять ниже. Я желаю всем счастья, а свою молитву, в своей вере. И так же кланяться и думать о благе других. А если у вас нет веры, то вот эту практику повторяйте. Я желаю всем счастья. Вера появится со временем. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья, любви, знаний и всего самого светлого в вашей жизни. Я вам очень благодарен за то, что вы пришли на эту лекцию. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Я чувствую перед собой обязанность сказать вам, пожалуй, не переживайте, что вы не все поняли, что у вас остались неразрешенные вопросы. К сожалению, мы этой теме очень мало времени посвящали нашу лекцию, и поэтому мы будем обязательно ее развивать. Все будет хорошо, во всем разберемся. Счастливо.